всем привет первое сразу хочу сказать по поводу вы задавали некоторые вопросы по поводу определенных акций сразу говорю по поводу определенных акций я даже не буду отвечать объясню почему потому что это абсолютно бесполезно когда рынок находится в таком будем говорить так ответственном падении сейчас пытаться что-то угадать да это абсолютно бесполезно вы писали там правил роз и все остальное рынок сейчас так устроен что пока нефть будет падать весь российский рынок будут бить а нефть падает естественно рубль растет поэтому по российскому рынку вообще никакого смысла никаких рекомендаций давать абсолютно нету поэтому некоторые вопросы которые вы задаете технически я попытаюсь ответить саша заявленный ты задал вопрос написал рисовал кучу картинок но ты должен понять одну вещь мы не можем как бы работать все на одного человека у тебя огромное количество вопросов а нас мало давайте скажу так что картинки которые ты послал картинки которые ты послал 4 картинки которые ты прослав они правильные я не понял по полному какому пункту кто упал сейчас народ еще собирается да кто смотрел телеграмме заработал молодец у нас все сработало евро сработало канадец вообще великолепно сработал спасибо канадец работал австралиец новозеландец британец нефть рубль доллар все сработало великолепно сейчас народ еще собирается сейчас народ еще собирается и я отвечу на ваши вопросы сейчас там народ еще есть ну что думать по рынку недвижимости когда начинаются проблемы с национальной валюты ну конечно будут проблемы конечно проблемы будут это однозначно сейчас 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 еще народ собирается и ответим на вопрос у вас становится все больше а меня становится все меньше так народ еще прибывает я несколько вопросов зачитаю это просто вообще эпично некоторые вопросы ребята просто эпичные вообще это и и алло я не могу говорить сейчас потому что на трансляцию веду я веду трансляцию я приду позже так все начинаем дети видите дома остались вообще пипец это вообще не знаю что с ними дело три месяца дети дома ребенок это вообще просто не знаю что делать с ума сходит ладно поехали по поводу вопросов вас же вас много и это по-моему наконец закончится здравствуйте по поводу тивилл total на трейдинг вью то же самое что и на вашей бирже показывает тоже можно смотреть на трейдинг вью да можно смотреть на трейдинг вью что такое тивилл тивилл это индекс который показывает среднестатистические объемы на нью-йоркской фондовой бирже за единицу времени поэтому на трейдинг вью это можно смотреть здравствуйте александр михаев спасибо за то что вы есть вопрос если уровень первого часа находится рядом с дневным месячным уровнем и между ними маленький запас хода то стоит ли входить в такую сделку от часового уровня нет если уровень первого часа находится возле очень сильных уровней желательно смотреть больше там какие-то очень сильные дневки и там и или уровни с месячных графиках ну то есть если впереди есть уровни которые сильнее лучше смотреть уровни которые на самом деле более сильны вот очень интересный вопрос закачайте здравствуйте не могли бы вы посоветовать какое-нибудь простое упражнение по преодолению страха перед входом сделку после серии убытков самое главное которое заняло бы меньше пару минут вот писаете вопрос ответ простой упражнение такого нет лучше сидеть дома и не торговать это мой ответ доброго времени суток например когда ты в х возникает на дневном уровне но прежде чем цена пойдет данному уровню она отскакивает от дневного уровня поддержки стоит ли входить в сделку в этот день или нужно дождаться еще раз лп подтверждения на дневке и только потом попытаться снова войти в сделку обязательно если вдруг нарушилась точка входа обязательно нужно ждать на дневном графике обратно чтобы картиночка сработала по новой саша заятый задал вопрос я уже тебе ответил саша на вопрос все четыре картинки которые у тебя есть я не понимаю что тебя прибило они абсолютно идентичны это их абсолютно правильно провел везде где есть ложный пробой но там вопрос один только в картинке номер три в картинке номер три на самом деле первый уровень естественно должен будет провести по лаям и только когда инструмент идет в локальные минимумы там можно брать уровень а на первой и второй картинки абсолютно идентичные картинки добрый день если странах снг пробкомпании без собственных вложений которые могли бы порекомендовать или зарубежные но где порог входа знаний английского невысок честно я уже не знаю или такие компании существуют подскажите ваше мнение по акции зем я вам еще раз объясняю одну вещь до такой степени сейчас рынок резки единственное что очень да очень интересная компания сейчас я вам покажу на самом деле ведет себя очень хорошо я даже этой компании не видел зум коммуникейшнс смотрите ведет себя очень хорошо смотрится очень хорошо если она действительно отстоит то может дальше пойти вверх хорошая компания очень интересная поставлю себе налезть то очень многие люди начинают сейчас задавали вопросы по поводу что покупать сейчас секунду что покупает посмотрите более менее неплохо себя ведет bank of america это единственная акция на сегодняшний день которая не так сильно падает как все остальное когда становится падение золота и до скольки упадет нефть вы представляете вообще вопрос как на такой вопрос можно ответить я не знаю где до каких уровней упадет нефть но нефть еще продолжает падать и золото первая остановка по золоту 1449 закроются ли банки и биржи на карантин если да как это скажется но я не могу ответить на этот вопрос люди болеют везде никто не хочет чтобы люди болели поэтому вполне возможно что банки могут закрыться на карантин и биржи могут тоже закрыться на карантин везде есть живые люди поэтому везде это по простому может случиться просадка по портфелю мвб держать или фиксировать убыток но вопрос один а что вы делали до этого представляете люди задают вопрос такое ощущение что я волшебники могу что-то сделать я ничего сделать не могу если вы сидите в просадке 34 процента и скорее всего сегодня просадка уже больше стало потому что рынок обновил лаи поэтому я на этот ответ ничего сказать не могу надо было выходить до этого когда лучше зарабатывать кризис на нисходящем тренде или когда все закончится и так и так если вы хороший трейдер вы должны уметь зарабатывать деньги на все а вот как вам этот вопрос как понять что настало дно для рынка акций для покупки лонг на средний срок ну на этот вопрос тоже невозможно ответить можно использовать обыкновенный технический анализ когда рынок отскакивает только тогда что-то можно сделать пока что я считаю что мы еще не на дне не возле дна и скорее всего можем пойти вниз скорее всего когда будут выходить какие-то хотя бы какие-то положительные новости а мы не видели ни одной положительной новости принципе за за определенное время уже поэтому я не думаю что может быть прямо за две секунды можно сказать какое дно будет в этой акции что думаете по поводу биткоина доллара я говорил что я думаю что биткоин будет дальше падать вниз по поводу алрос я тоже ответил что рынок сейчас не надо пытаться гадать это то же самое что пытаться гадать аэрофлот да потому что аэрофлот же тоже может подняться да но когда непонятно у аэрофлота очень большие проблемы как и у любой другой авиалинии да кто-то может сказать но сейчас жене в 28 они будут зарабатывать колоссальные деньги пока возобновятся возобновится перевозки авиаперевозки хрен его знает поэтому пока что аэрофлоту очень и очень далеко и проблемы они были есть и будут то есть проблемы которые сейчас связаны с коронавирусом они ударят очень сильно по экономике по сути дела по всему как понять что произойдет разворот не от уровня никак абсолютно никак после преодоления кризиса увидим ли мы аккумуляцию инструментов как это было в 2018 году я не знаю могу сказать только одно я думаю конечно что развороты будут но не забывайте одну вещь япония сидела во флэт маркете почти 10 лет ты только начинаешь свой путь в трейдинге или уже добился каких-то определенных результатов но хочешь большего на самом деле вариантов не так много всего два ты можешь долго собирать информацию в интернете тестируя на себе устаревшую самое главное не актуальную информацию а можешь всего за 5 дней существенно себя прокачать я приглашаю тебя на живой семинар курс активного трейдера 2.0 в Москве где поделюсь своим опытом и наработками которые на самом деле уже успешно применяют тысячи моих студентов по итогу у тебя будет серьезный фундаментал для старта в торговле собственно наработанный алгоритм а самое главное десятки полезных и профессиональных знакомств если ты уже торгуешь то ты узнаешь новые стратегии как сохранять и самое главное как преувеличить депозит а также я научу тебя как исправлять ошибки в торговле никакой воды только практика с акцентом на результат Москва 18-22 июня количество мест очень ограничено поэтому переходи по ссылке прямо сейчас и бронируй свое место до встречи на семинаре какие дать советы начинающим первое не пытайтесь ловить дно в первую очередь то есть только если что-то хорошо смотрится используйте технический анализ сугубо по технике то есть если сугубо по технике смотреть да вот как сейчас я смотрю я смотрю определенные инструменты как себя ведут работают с теми же самыми с той же самой информацией с которой работают одно маленькое но не забывайте одно маленькое но первое волатильность зашкаливает стопы могут выносить вылетать да без стопов работать естественно не нормально и не адекватно поэтому еще раз сейчас включу ваши комментарии Канада летит в космос да никакого пока ничего хорошего по канадскому доллару абсолютно нету старайтесь просто на этом зарабатывать деньги кто смотрит мои включения есть ли у меня в портфеле акции у меня сейчас только акция БАК это единственная акция которую я купил BAC смотрю могу сказать на акции которые по рублю уже говорили могу сказать что я смотрю я смотрю Волмарт я смотрю Таргет я смотрю AT&T я смотрю Теслу я вот поставил сейчас на лист ZM это то что молодой человек сказал хорошая бумага мне понравилась я смотрю NCLH это Norwegian Cruises я смотрю HTZ это Hertz я смотрю CCL и RCL это Caribbean Cruises их очень сильно побили я смотрю BAC это единственная пока позиция из которую я сегодня взял с очень коротким стопом я смотрю Мастеркард я смотрю Макдоналд я смотрю Виза я смотрю American Express Coca-Cola и JP Morgan это то на что я смотрю если в принципе нефть сможет естественно в картинке номер 3 еще раз если мы придем к low то тогда будет low я не вижу что у брокеров будут какие-то как бы зоны риска брокеры в меньшей степени берут ориентиры по рублю я уже сказал что если нефть будет отскакивать то тогда мы по рубль доллар и отскочим пока никаких ориентиров нет Азиз привет дорогой но опять же у вас были возможности зайти в евро во все рекомендации которые сказал евро шорт австралиец шорт канада шорт золото шорт нефть была очень сильный шорт поэтому смотрите картинки мой совет один если вы не понимаете инструмента не лезьте туда потому что вас похоронят шикарный вопрос какие бумаги после дна кризиса начнут быстро расти начнут быстро расти те акции которые привлекательны фундаментально то есть те акции у которых очень хорошие квартальные отчеты которые сейчас на экономике которые связаны с коронавирусом не пострадают я только что вам сказал валмарт таргет атт тесла зим банк банк мастеркард макдональдс виза экспресс американ экспресс и apple рекомендации можно смотреть в телеграм канале и на инстаграме и на фейсбуке стараемся делать везде все всем хорошего дня смотрите прямые включения Я часто на инстаграме рассказываю, что и как делать Всем удачи!